Эксперименты, сложные концепции, эпатаж. Все это темы нашей изоленты. Предлагаю скрупулезно это освоить вместе со мной. Здравствуйте, я художник Андрей Бартенев, и с вами изолента. Я расскажу вам о современном искусстве, о людях, чей изобразительный опыт оказал на меня огромное влияние. Масляный хвост, дохлая луна, супрематисты, конструктивисты. Все было одно и то же. Это был командный процесс. Это был командный процесс погружения в материал. Это был командный процесс погружения в будущее. К чему я это вам говорю? К тому, чтобы вы понимали, что несмотря на все революционные идеи, которые вы перед собой ставите, несмотря на то, какие неожиданные смыслы вы хотите реализовать в своем изобразительном опыте, лучше всего это делать в контексте команды. Я хочу рассказать про фруктовый покер. Наступил какой-то момент, когда вся пресса, газетчики стали писать о том, что вот появился Андрей Бартенев и группа художников вокруг него, и что вот фруктовый покер, и они делают перформанс, который напоминает опыт Малевича Матюшина, крученных Майковского, Победа над Солнцем, проект 1913 года в Лунопарке. И вот они стали об этом говорить. Вдруг участники нашего объединения не сказали, что Бартенев, вот почему все время в газетах пишут Бартенев и его девушки. Вот мы не хотим быть его девушками, давай мы как-то разойдемся, каждый в свою практику, каждый в свою мастерскую, и больше не будем мы фруктовым покером. И в начало 92 года группа фруктовый покер распалась. Зачем я это вам рассказываю? Потому что то же самое происходило и в Петербурге, и в Москве. Вот эти союзы, объединения, они бесконечно образовывались, но они все время использовали одну очень классическую академическую форму. Они формировались как класс, как некий вот студенческий, ученический такой коллектив, где должен быть лидер и лидер, которые условно исполняют роль академического профессора, он руководит и направляет куда и что изучать составу его учеников. И в союзе молодежи, и в бубном валете, конечно же, были свои лидеры. И Ларионов, который вышел из Бутнового Вольтая, и он уже к этому моменту открыл мучизм, и он уже грезил о каких-то новых своих соратниках и учениках. То же самое с союзом молодежи произошло, потому что там, конечно же, стали выделяться такие экспериментальные люди. Малевич, который метался и туда, и сюда, и он последние годы и бубновый валет он захватил, и союз молодежи. И потом, в 13-м году, когда он уже сформировал личные связи с Крученок, с Матюшиным, с Майковским, он познакомился с Статлиным, он уже был готов к тому, чтобы сделать самое грандиозное свое открытие. И таким вот базовым предтечием открытия 1914 года, это значит «Черного квадрата», конечно же, все искусствоведы и все историки называют авангардную оперу или авангардный балет, который называется «Победа над солнцем». В итоге этот проект выдержал три версии. Первая была сделана в 1913 году, следующая была в Витебске Малевичем осуществлена, когда он уехал по приглашению Лисицкого и шагал преподавать в Витебской изобразительной школе. И третья была сделана попыткой Лисицким. В итоге мы имеем совершенно фантастические графические листы Лисицкого. И я хочу сказать, что это, конечно же, было эпохальное событие. И наши все прекрасные экспериментаторы, а их, слава Богу, было много, немало, я хочу сказать, кто совершенно четко понимал, что, конечно же, рухлять академической школы нужно сваливать на мусорку историю, за борт просто выкидывать. Малевич со своей командой, они «Победа над солнцем», они хотели тоже выкинуть нормы общественной морали на мусор истории, вот своим акционизмом. Все персонажи выходили на сцену, кричали, кто во что горад, что вообще вот только можно было кричать. У каждого был какой-то свой текст. Эти все персонажи ни в какой контакт так с друг с другом не вступали, потому что это невозможно было осуществить никак. Объекты были такими тяжелыми, были такими некомфортными, что достаточно было просто выйти на авансцену и что-то там прокричать, какой-то сумбурный текст под шум публики, которая там хохотала, орала, кричала, свистела. И все это уже было достаточно. Есть другой исторический факт, который происходил в Милании, который был спровоцирован в Маринетти в 1911 или 12-м году. И, конечно же, я думаю, что опыт Маринетти был учтен командой Малевича при создании «Победы над солнцем», когда Маринетти позвал всех своих друзей, художников, музыкантов, поэтов и литераторов со своими номерами быть частью его такого арт-концерта. А другую группу друзей он позвал прийти на представление, которое он устраивает, и всех подговорил, чтобы они взяли тухлые овощи, фрукты, чтобы они свистели, кричали, топали ногами. И когда, значит, одна группа его друзей стала, значит, в полном пафосе декларировать и к зрителю обращать все самое лучшее, что у них есть за пазухой их таланта, зрители вдруг в ответ стали их закидывать тухлыми яйцами, помидорами, огурцами, виноградом, топотать, визжать, хрюкать. Был страшный скандал. На следующий день первые полосы всех миланских газет, итальянских газет по стране были заполнены заголовками. Футуристы устроили бойню в Миланском театре, и все футуристы стали прям супер-супер известными. И этого хотели же и все российские экспериментальные школы в 1910 года и далее, и далее. И когда Малевич со своей командой строили эту победу над солнцем, они к этому профессионально подготовились. Они подготовили обоснованные тексты, они подготовили внутреннюю скрытую невидимую структуру всего своего представления. Но когда это все появилось на сцене, народ и зрители московские просто ахнули, потому что они никогда тупее, глупее, безумнее ничего не видели. Это сработало. Они прославились моментально. Они получили вот этот заряд коллективной славы, вот этого внимания публики. И этот заряд их как ракету бросил в стратосферу 1914 года, когда Малевич впервые представил свой черный квадрат. Об этом я вам расскажу в следующий раз. Смотрите внимательно в мою изоленту, и вы узнаете многое о мире изобразительного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok